Уважаемые коллеги, Алексей Анатольевич сильно облегчил мне переход от взгляда эксперта к взгляду организатора, процитировав в конце слова Вероники Игоревны. Дело в том, что и исследования, которые проводились Алексеем Анатольевичем, и исследования, которые проводились и ранее, в принципе определяют базовые болевые точки, и это касается не только онкологии. И сейчас, не только в связи с запуском нацпроектов, но и в связи с тем, что страна-то наша большая, и мы же везде хотим, чтобы все это заработало, одна из основных задач, вернее ключевая, это построение, конечно, отлаженной процедуры обработки счетов, применение алгоритмов отбора, случаев для экспертиз и ориентация на объективные критерии поиска случаев с потенциальными нарушениями. В этом смысле большим стимулом для развития информационного обмена в системе ОМС, а информационный обмен является основой, вообще говоря, системы ОМС, явились как раз инициативы Министерства здравоохранения и Федерального фонда, связанные с включением новых полей, которые уже имеют не такое значение, вернее, совсем не имеют никакого значения с точки зрения учета персонифицированных, медицинской помощи, а имеют совсем иное значение. Это новые признаки в счетах, это приоритет клинических рекомендаций, мы уже обсудили этот вопрос, это формализация схем лечения, чего не было в принципе, это игнорирование IT-разнообразия, я считаю, это очень важная вещь, потому что любой специалист в системе ОМС знает, насколько разнообразны информационные системы в регионах, и насколько это тормозит унификацию, вообще оценки и иногда даже просто тормозится поставление данных. У нас основная отчетная форма, например, страховых медицинских организаций, так называемая форма ПГ, права граждан, она примерно в 30% регионов собирается по одним датам, а в других по другим. И мы это знаем, мы с этим боремся, понятно, что мы делаем поправки, потому что мы работаем в этой сфере. Но вот то, что Федеральный фонд, провозглашая определенные правила, пошел на их внедрение, невзирая на вот это IT-разнообразие, я считаю, это такой правильный большой шаг вперед, потому что мы сейчас все равно находимся на том этапе, когда уже семеро одного не ждут. И вот с творчеством мы как-нибудь уже там покончим. Конечно, это был большой толчок для стимулирования развития программного обеспечения самых страховых организаций, особенно крупных. Потому что вот то, о чем говорил Алексей Анатольевич, то, что делается у нас в Сагазе, то, что делается, я знаю, в Альфе, это крупные базы данных, которые уже не просто там наподобие бигдата, а это самые настоящие бигдата, которые в себе содержат массу информации, порой очень интересные. Ну и были сделаны подходы по формализации сбора информации, информации о случаях с потенциальными нарушениями. То есть впервые Федеральный фонд прописал в методических рекомендациях не просто некие общие алгоритмы, а алгоритмы, в том числе переведенные на язык такой IT-специалистов, где были указаны поля, критерии, взаимоотношения и так далее. Ну вот для примера привожу там перечень классификаторов, и просто из перечня видно, насколько это не имеет отношения просто к учету персонифицированной там, да, в медицинской помощи, а насколько это имеет отношение уже к специфике конкретной группы заболеваний. При этом у нас появились признаки в щитах, которые являются ключевыми, например, для оценки этапов первичной диагностики онкологических заболеваний. Например, признак ДСОНК, так называемый, который у нас уже в зубах застыл, ну у специалистов, кто занимается в том числе IT-транслированием, да, он является ключевым, потому что он должен ставиться до первичного онколога. Но у нас есть регионы, где это запрещено делать устно. И поэтому 15, вот как говорил Алексей Анатольевич, а я знаю, что одна из крупнейших в России поликлиник, да, там, порядка 300 тысяч, да, за лето мы нарыли 6. Ну не бывает такого, да, мы же понимаем, что если у нас в среднем в год заболевает там 1,14%, да, население впервые обнаруживается, то это никак не 6, не 15, там, вот. И мы знаем, что уже в 2018 году на этапе пилотирования в 8 регионах у нас внедрение этих признаков вызывало определенные проблемы. Но даже та часть регионов, которая в 2018 году до осени, до 1 сентября справилась с этим, показала существенный прорыв, когда вот, ну, признаки заполняются, и мы сразу получаем другую информацию. Признаков много. Я, например, их просто подчеркну, то, что они достаточно подробно прописаны, и прописаны правила их заполнения. При каких условиях единичка, при каких двойка, там, да. И сопоставление всего, всей этой матрицы признаков, на самом деле, дает серьезную пищу для, в том числе, полуавтоматизированного или автоматизированного анализа. Ну, я говорю, как технолог, которому надо заставить, там, 40 филиалов своих, да, начать работать. Работать, может быть, не так эффективно, как работает эксперт, там, онколог с 20-летним опытом, но начать с чего-то, да. Поэтому мы очень большое внимание уделяли вот этим признакам. Ну, вот, как бы, это в качестве примера, все это есть в приказе основном информационном обмене, так называемом, 79-м приказе, который в 2018 году имел 4 обновления. 4. Естественно, что, обладая некими новыми признаками, которые характеризуют оказание помощи, мы имеем некий набор алгоритмов. Это базовый набор алгоритмов, которые есть в методических рекомендациях Федерального фонда. У нас он сейчас примерно вдвое больше, просто хотя бы потому, что часть из них используется, например, для поиска случаев с потенциальными нарушениями, а часть используется для статистических, аналитических целей. И там немножко могут меняться подходы. У нас, например, последние итерации 79-го приказа отменили проверку на соответствие стадии ТНМ, да, классификации. Но не потому, что она там не работает, а потому, что она работает в ограниченном количестве случаев. Но мы же ее используем, понимая, когда это можно делать, а когда этого не нужно делать. Ну и так далее. Совершенно очевидно, что вводя новые поля, то есть вводя некую новую информацию в счета на оплату медицинской помощи, мы таким образом заставляем медицинские организации делать дополнительную работу. Во-первых, это надо уметь делать. Во-вторых, их заполнять надо правильно. Это достаточно кропотливая вещь, потому что их немало. А внутри взаимоотношений между полями существует множество тоже разных правил, которые надо хотя бы на уровне какого-то одного-двух специалистов медицинской организации, ну, в онкодиспансерии, например, правильно понимать. И понятно, что есть еще то самое пресловутое разнообразие IT-систем в разных регионах. У нас, например, есть регионы, которые взяли и наименование полей просто взяли и переписали. И, естественно, никакого вразумительного ответа, зачем вы это сделали, мы не смогли получить. Ну, так есть. Вот у нас теперь стоит трансформатор, который мы отдельно придумали, который трансформирует эти названия в другие. Зачем? А неготовность медицинских организаций, ну, я сейчас говорю об тех, кто оказывает онкологическую помощь, и тех поликлиниках, где рождаются подозрения, вот тут признак подозрения. Связано еще не только с тем, что мы что-то не умеем, там, у нас IT-система не готова. Связано еще и с тем, что понятно, что в нас видят оппонентов. И поэтому есть некое внутреннее сопротивление, просто элементарное внутреннее сопротивление, которое с трудом преодолевается. И функция страховых медицинских организаций, которая держит процесс контроля, как раз в том, чтобы во всех территориях, в максимально возможном, постепенно началась эта работа вот по принуждению, да, заполнять эти признаки и по принуждению себя их правильно анализировать. Есть несовершенство тарифных моделей. У нас это пресловутая проблема таблетки в дневном стационаре, да, вот когда они льготников, там, нельготников и так далее. Вот это просто вот самое набившее, да, самое сильное из набивших оском, но на самом деле их десятки. И они, как правило, оборачиваются типичными ошибками КСГ, часто преднамеренными, которые описаны там во всех учебниках по КСГ, там, в западной литературе, и даже в начальных методорекомендациях, когда вводились КСГ у нас там, ну, энное количество лет назад, они даже перечисляли скриминг, дампинг, там, скимпинг, ну и так далее. Понятно, что медицинская организация предпочитает применять те КСГ, да, которые более выгодны. В этом нет ничего зазорного, если только это не граничит, да, как бы вот с слишком выраженной преднамеренностью. Но здесь важно другое. Для нас важно то, что вот эти типичные ошибки при формировании КСГ, они некоторое время не исправлялись. Ну, достаточно длительные во многих регионах. Ну, энное количество больше двух лет назад я уходил из одной компании в другую, да, и вот те же случаи, которые были тогда, они повторяются и сейчас. Сегодня с вот этим толчком и импульсом, который дал Федеральный фонд и Федеральный Минздрав по установлению некоего порядка, да, его порядочности, у нас подобных ошибок становится меньше. Мало того, мы их выявляем лучше, ну, во-первых, научились, да, во-вторых, у нас признаков больше, а в-третьих, они уже просто там сходят на нет. Ну, и понятно, что сопротивление рождает ограничение наших возможностей. У нас до сих пор, например, не решен окончательно вопрос о предоставлении медицинской документации. Я вчера сводил цифры по своим 40 регионам, по электронным медицинским картам и соглашениям. Мы иногда обходим, как бы, электронные медицинские карты, пользуясь общим законодательством, что мы можем договориться и считать этот электрический образ медицинской карты, вот, ЭМК. У нас таких меньше 3%. То есть понятно, что вот, да, при анализе большого количества признаков мы с бумагой далеко не уедем. Мало того, бумага же, мы же понимаем, что тоже терпит все, да, ее можно там переклеить, подклеить, написать. Есть проблема кадрового ресурса. Ну, она примерно зеркальное отражение проблемы кадрового ресурса и у самих врачей. Это отражение общих, да, как бы, там, трендов в обществе. Но я могу сказать, что у нас в реестре, в принципе, вот, 363 эксперта. Половина из них на потоке работать не будут. Поэтому Алексей Анатольевич говорит о бригадах, когда мы выезжаем, да, и вне конкуренции, да, просто делаем экспертизу, потому что это надо. А с другой стороны, все равно с этим что-то надо делать. И в этом смысле позиции Федерального фонда, когда в рекомендациях нам сначала в рекомендациях, а теперь уже можно говорить, да, о 36-м приказе, где это стало нормой, да, в порядок ввели стопроцентное проведение не экспертиз качества, а медико-экономических экспертиз. Это тоже шаг вперед. Трудный, там, мы не всегда справляемся, наверное, где-то нас там будут журить за то, что мы где-то в регионах чего-то не организовали, но на самом деле это такой вот правильный скачок. Тем более, что вот мы видим, 20% регионов только из наших 40, да, в принципе не имеют экспертов, не аффилированных с онкодиспансером. Ну, и, в общем, это понятная, совершенно банальная, да, проблема. Что сделано? В 2018 году пилотный проект начался в мае с 8 регионов. В сентябре подтянулись другие, потому что первоначально приказ, вводивший новые поля, был ориентирован на 1 сентября. И окончательное введение уже было где-то с 1 января 2019 года. Нам потребовалось месяца три, не считая пилотных регионов, чтобы просто наши люди начали выходить в медицинские организации. Экспертов качества нам не хватает, а специалист, даже очень опытный клиницист, но не онколог, всегда испытывает определенные опасения, да, прежде чем выйти. Ну, и скачок у нас произошел вот буквально месяц-полтора назад, когда мы вышли на практически полный охват вот этой медико-экономической экспертизы и выявляемость. Да, она очень разная, да, это не эксперты качества, это во многом опытные клиницисты, но которые учатся что-то находить. Она очень разная и она очень такая вот пока еще невысокая, да, в среднем это порядка там 12 с копейками процентов, вот если на все наши регионы. Но эта работа уже ведется везде, даже на Чукотке, да, со сложностями, с нарушениями сроков, ну, да. Что касается эффективности КМП, естественно, она выше, потому что если мы нашли онколога, он всегда увидит больше, чем не специалист, да. Тем более, что порядка 60 там с хвостиком процентов этих экспертиз сделаны после медико-экономических, то есть там уже были какие-то наводки. И в этом смысле я, например, в принципе бы, может быть, обратился, да, к Федеральному фонду сделать эту цепочку и этот тренд продолжить, может быть, и на другие группы заболеваний, потому что это логично. Ну и, наконец, немножко цифр, это последний слайд, да, о том, чтобы мы понимали масштабы, да, вот деятельности. Мы знаем, что у нас примерно там 0,1% населения в месяц будет впервые появляться в счетах, мы знаем, что летальность около двух, да, там на тысячу, там плюс-минус. Но при существующем уровне запущенности и годичной летальности это 300-320 тысяч экспертиз по летальным случаям в год. Но при этом анализ счетов за последние пять месяцев, и в этом смысле новые признаки нам сильно помогли, показывает, указывает на то, что перерасчет на годичную, да, как бы на годичный период и в масштабах страны приводит к цифрам очень близко сопоставимым с официальной статистикой. Иными словами, в счетах на оплату медицинской помощи у крупных страховых компаний мы имеем репрезентативные выборки, которые позволяют, в принципе, делать выводы гораздо более обобщенные. Вот. Ну и если говорить о химиотерапии, которую мы должны проверять, да, в 100% случаев, то это еще 150-200 тысяч экспертиз в год только по нашей компании и примерно миллион 100-миллион 300 в целом по стране. А понятно, что эти экспертизы заместят во многом, да, то, что мы делаем сейчас. Спасибо.